Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Для тех, кто первый раз попали на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе, и там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Спасибо вам большое, друзья, что смотрите. Я хотела бы прокомментировать те события, которые вчера вечером произошли в Махачкале, в дагестанском городе. Прилетело несколько портов из Израиля, и вот освалка, я думаю, что вы видели, вы смотрели, это показывали и в новостях, то есть показывали государственные каналы. Ну, в общем, проходили вот эти кадры, когда вот толпа каких-то безумных, совершенно диких мужиков влетела в здание аэропорта, там все, в общем, перевернули. Про каким-то образом, чудесным образом они смогли просочиться через паспортный контроль и добрались в том числе до взлетной полосы. Это очень странно, конечно, на мой взгляд, потому что в любой стране аэропорт, он относится к категории, скажем, таких вот очень важных объектов, стратегических объектах, поэтому там все, как правило, очень хорошо охраняется, там всегда имеются и военные подразделения и так далее. А тут как-то вот таким образом это все произошло, что они влетели, то есть пробежали через все кордоны и оказались на взлетной полосе. И полиция до какого-то определенного уровня якобы она бездействовала. В общем, у меня очень много вопросов по этому поводу, но поскольку меня там не было, я могу только рассуждать. И вот вчера, когда я наблюдала вот эти кадры в аэропорту Махачкалы, я вспомнила сюжет, который произошел два года тому назад, ровно два года тому назад, то есть в октябре месяце 2020 года. У нас тогда во все вот это вот было. Извините, мне пишут, почему вы до сих пор так говорите, потому что данная платформа, самая-самая-самая демократическая платформа в мире, она до сих пор не отказалась от прежних алгоритмов. Поэтому как привыкла, так и говорю. У нас было ага-ага, потом у нас пошли вот эти вот ложечки там за маму, за папу, за дедушку, на основании которых у нас выдавали вот эти самые аненпассы. То есть имеешь аненпасс, идешь куда угодно. Не имеешь аненпасса, даже не мог пользоваться тогда общественным транспортом. Я тогда помню, что это были спонтанные демонстрации, которые проводились. Мы ездили очень часто в Рим, люди собирались, собирались, никто не организовывал. То есть люди приезжали по собственному желанию, поскольку не хотели терять работу. Очень многие не верили в то, что говорил тогда режим. И я очень хорошо запомнила манифестацию, которая проходила в 20-х числах, месяца октября, два года тому назад. Мы поехали с нашими подругами в Рим. Манифестация проходила на Пиаце-дель-Популо, на Народной площади. Там были подразделения полицейских в гражданском. В общем-то многие уже там, скажем, примелькались. Они ходили, рассматривали толпу с точки зрения, где бы устроить провокацию. И всем вот этим руководила одна такая тетенька, достаточно агрессивная тетенька. Но мы сразу ее заприметили, поскольку она руководила мужиками. Соответственно, можно было сделать вывод определенный, что она была нерядовая. То есть они высматривали в толпе людей, скажем так, импульсивных людей, то есть возле которых можно было начинать какие-то провокации, например, такие, как бросание камнями и так далее. Что люди импульсивные... Так, я буду делать так, чтобы микрофону не мешал ветер. Люди импульсивные, они моментально на такие вещи ведутся. Для импульсивных людей, как правило, свойственно сначала делать, потом думать. Вот, в общем, мы это дело заприметили. И действительно, такие провокации были. Потом в ход пошел слезоточивый газ. Все это у меня на видео, которому два года на основном канале, на главном канале это имеется. И потом произошла очень некрасивая вещь, я бы сказала, даже преступная. То есть когда, вот в частности, я как журналист, мы заприметили их, вот именно что они внедряли в, скажем так, в определенные толпы демонстрантов своих людей. В общем, в результате, что получилось, она меня ударила в видеокамеру. У меня видеокамера, она была, находилась на стабилизаторе. Этот самый стабилизатор, он отлетел мне в нос. Потом она пыталась вырвать видеокамеру. Все эти кадры сохранились. Конечно же, толпа тогда вот отбила мою видеокамеру. Я на следующий день пошла к арабинерам, написала заявление. Но что произошло? Значит, через какое-то время, якобы вот эта толпа, то есть манифестанты, они пошли в сторону здания профсоюзов. И я сейчас опубликую некоторые скриншоты, то есть как бы они пытались взять здание профсоюзов. Вот то, на что я обратила внимание два года тому назад, поскольку я это видела непосредством, чьей-то видеокамера видела своими собственными глазами, что каким-то чудесным образом в тот момент от здания профсоюза пропали полицейские. Их никого не было. Значит, собралась вот эта толпа, как потом выяснили, что среди заводил в этой толпы, были переодетые как раз полицейские, которые, в общем-то, и вели себя достаточно вызывающим образом. Они там разбили стекла, они вошли в здание профсоюзов, они там перевернули мебель. И понятно, что там, скажем так, вот толпа, импульсивная часть толпы, люди импульсивные, они тоже, в общем-то, за ними последовали. И через какое-то только время, не сразу, но туда приехали полицейские, когда все вот эти вот погромы, они, в общем-то, были уже осуществлены. Ну и потом предъявили претензии манифестантам, что вот вы такие нехорошие, вот смотрите, они хулиганы, вот эти вот, которые против Анен Паса, которые против вот этих вот ложечек там за маму, за папу, за дедушку. И, в общем, достаточно долго это все показывалось по официальным итальянским, по государственным каналам. Вот какие нехорошие люди. Хотя еще раз, нехорошие люди, те, которые вот не хотели вот тогда объесться вот этих самых ложечек, и которые шли против Анен Пасов. То есть надо было каким-то образом вот эту толпу скомпрометировать. Поэтому, скажем, как пример, профсоюзы, здания профсоюзов, это там все было организовано, и это было организовано вышеуказанными структурами. То есть заводила, это были, в общем-то, скажем так, сами они, толпа за ними шла, вот, а полиция приехала позже. И мне почему-то вот то, что я увидела вчера в формате Махачкалы, вот это очень здорово напомнило. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, на мой взгляд, просто так в здание аэропорта не попасть. Это вам не здание профсоюзов, это совершенно другая структура, к тому же аэропорт, который имеет международные терминалы. Это мои размышления, поэтому я такую информацию не хаваю. Я предпочитаю все-таки задавать вопросы. Но кому это было надо? Значит, если мы с вами посмотрим на последние события, вот эта вот операция военная, которая проходит на востоке Европы, на Украине, раз, да, неспокойно. Потом на Горный Карабах, вот этот вот конфликт, который был сформирован извне, естественно, между Арменией и между Азербайджаном. И сейчас, как бы, такая одна из горячих точек получается, что вот, как бы, это Махачкала. На мой взгляд, это все вот эти вот проглобалистские, так называемые вещи, это организовали они для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Поскольку в Чечне не получается, кстати, я вам хочу сказать, вот первая чеченская, вторая чеченская войны, там на стороне тех, кто шел против Кадырова, было очень много вот этих боевиков с саудовскими паспортами, с американскими паспортами. То есть понятно, откуда это все прилетало. И, ну, там, скажем, все в Чечне сейчас на данный момент находится под очень четким контролем, а вот Дагестан в этом отношении, видимо, как республика, несколько проигрывает. Поэтому там вот организовать вот такие вот беспорядки, на мой взгляд, было значительно проще. Но, опять же, мое убеждение, это делается для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. То есть помните, мы с вами говорили в формате моего телеграм-канала, что вот такой вот маленький Израиль, значит, вот то, что произошло 7 октября, а резонанс может быть очень большой. Мы с вами обсуждали эту тему. Да, смотрите, все сбывается, что, к большому сожалению, сейчас вот эти беспорядки пытаются организовать на территории России, но, естественно, потом, чтобы обвинить власти России в том, что произошло. Хотя, на самом деле, я не верю в это, что власти России к этому причастны. Не верю. Я считаю, что это все организовывается извне. Потому что надо смотреть государственное телевидение Италии, которое, вот, я рассказывала вам о том, что Италия – это несуверенная страна. В Конституции прописано, в Конституции 1947 года, что Италия находится под патронажем англосаксов и Соединенных Штатов Америки. Поэтому, когда ты смотришь итальянское телевидение, которое не независимо, естественно, надо все делать наоборот. Я тут нисколько не сомневаюсь в том, что это было все организовано извне. Но, скажем, это может пойти как эффект домино и переброситься на Европу в том числе. Потому что выходцев из этих стран Ближнего Востока в Европе очень-очень много. Поэтому ситуация становится очень непростой, очень напряженный. Желательно, конечно, будем надеяться на то, что российская власть все возьмет под контроль, что ситуация стабилизируется, что это не пойдет дальше, и виновники будут наказаны. Это фундаментально, это очень важно. Это не только важно для Израиля, это не только важно для России, это важно в том числе и для Европы, чтобы не было вот такого паскудного примера, что вот так вот можно себя вести. Я поделилась своим мнением. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся завтра.